Ездить в другой район за социальными выплатами было крайне неудобно. И время немного уходило из сил, делится ветеран труда Мария Царёва. Открытие единого социального окна буквально в двух шагах от дома стало настоящим подарком для жителей микрорайона «Крутые ключи». Очень даже хорошо в шаговой доступности. По этой улице живу недалеко. Позаботились о нас, о пенсионерах, никуда ездить не надо, будем всегда бегать. Впечатлила отзывчивость персонала и быстрота оформления документов, рассказала первая посетительница нового офиса управления социальной защитой и поддержки населения Красноглинского района, который расположился на бульваре Евгения Золотухина в «Крутых ключах». Ранее местным жителям приходилось ездить за 7 километров в офис в посёлке Управленческий. Более 22 тысячи жителей проживает в настоящий момент в этом микрорайоне и уже почти 10% жителей претендует на социальные выплаты. Поэтому открытие такого окна значительно упростит процедуру получения выплат и сократит время людей для того, чтобы оформить необходимые документы. В новом офисе можно получить более 120 социальных услуг, оформить выплаты и пособия, предусмотренные областным законодательством и городские субсидии, в том числе компенсацию части оплаты за коммуналку. Это и детские пособия, начиная с детских, их достаточно много. И здесь хочу сказать, что проживает очень много, большое количество семей с детьми как раз. Кроме тех мер поддержки, которые мы оказываем в рамках переданных полномочий, мы еще оказываем дополнительные мер социальные поддержки, которые финансируются с городского бюджета. То есть это в рамках муниципальных программ, это различные доплаты, единовременные выплаты на ремонт, в том числе и ветераны могут получить здесь эту помощь. Мамам с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, категориям жителей, которые чаще всего обращаются за социальными выплатами, должно быть комфортно даже в очереди. В новом офисе постарались предусмотреть все – и мягкие диваны в зоне ожидания, систему электронной очереди, кондиционеры, пандусы. Такими же красивыми и комфортными должны стать все помещения районных управлений соцзащиты в Самаре, многие из которых уже отремонтированы, остальные – в планах на ремонт в ближайшее время. Марина Кравцова, Павел Просняков, События.